Кто будет на защите Таджикистана? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как Минобороны России ищет контрактников на Авито. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Минобороны России разместила на Авито объявление о наборе контрактников на 201-ю военную базу в Таджикистане. Российский форпост, на который возлагаются большие надежды по стабилизации обстановки на таджикско-афганской границе и предотвращение войны с талибами и их противниками. По телефону, указанному в объявлении, подтвердили, что речь идет о контрактной службе в Минобороны России. При этом детали службы обсуждать отказались, отметив, что они будут озвучены кандидатам, прошедшим отбор. Согласно тексту объявления при повседневной деятельности, все части занимаются плановой боевой подготовкой, выполняют задачи по совершенствованию боевой готовности, а также обеспечением жизнедеятельности военнослужащих и обустройством военных городков. Предусмотрено несение караульной службы, нарядов, уборка территории, хозяйственные работы, физическая, стрелевая подготовка и тому подобное, говорится в объявлении. Требования к кандидатам довольно скромные. Будущий контрактник должен закончить как минимум 10 классов школы, получить высокий уровень профессиональной подготовки и отличные характеристики с предыдущих мест службы, а также быть годным к военной службе. Кандидаты с заключениями годен к военной службе с незначительными ограничениями не принимаются в связи с большими морально-психологическими и физическими нагрузками, предупреждают рекрутеры. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь такого еще не было. Чтобы на обычном сайте по поиску работы искали военных для военной базы в Таджикистане. Свои мнения и ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По физической подготовке кандидат должен сдать нормативы согласно НФП для своей возрастной группы не ниже 190, а при поступлении в разведывательное подразделение 205, говорится в объявлении. При этом тем, кто соответствует этим требованиям, военные обещают 70 тысяч рублей в месяц, выслугу лет для начисления пенсии из расчета 1 месяц службы за 3, отпуск 45 дней с бесплатным проездом к месту отдыха и обратно, а также бесплатное жилье на месте службы и бронирование жилплощади на месте постоянного проживания. Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе предположил, что речь идет о реальных бойцах 201 базы, которым в случае обострения конфликта на афгано-таджикской границе придется стрелять и убивать. Это боевые подразделения 201 базы. Поэтому, естественно, они будут участвовать в боевых действиях, если они начнутся. Они подписали контракт, присягу давали раньше. Если какое-то обострение, будут воевать, пояснил эксперт. При этом вариант развития событий, при котором военнослужащим 201 базы придется вести реальный бой, он назвал маловероятным. Пока идет ситуация, которую можно назвать стабильно напряженная, но без явного прогресса в сторону войны. Если мы сможем найти с талибами общий язык, и каждая сторона будет держаться тех обещаний, которые были даны, то вполне возможно, что можно будет избежать войны. У нас не было конфликта с талибами, когда они появились в 98-99 году. Они на нашу сторону никогда не заходили, пояснил Шурыгин. Он добавил, что речь может идти о наборе около тысячи человек взамен тех, у кого закончился контракт. Кому не понравилось по каким-то причинам. Кто-то решил жениться и остепениться. Кто-то был уволен за пьянку. Это обычная ежегодная ротация, примерно в районе 80% личного состава. Новых частей там никто не разворачивает, пояснил Шурыгин. По его словам, описанные в объявлении условия вполне стандартны для российской армии. Абсолютно нормальная современная система с льготами, окладами. 70 тысяч сейчас в России, мало где можно заработать. Кроме оклада есть различные надбавки. И в принципе, при определенных условиях эта сумма может быть серьезно увеличена. Если они выходят на границу, на боевую службу, там идет отдельная плата, пояснил Шурыгин. Он добавил, что использование сервиса частных объявлений для поисков соискателей свидетельствует, что Минобороны России активно используют современные цифровые технологии. Уже не только ставят зазывал на улицах и вешают плакаты на военкоматах, но и через современные средства вербовки персонала. Можно только порадоваться, что армия идет в ногу со временем, пояснил эксперт. Набор контрактников в Таджикистан происходит на волне заявлений министра обороны России Сергея Шойгу о том, что российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.